Священник Александр Мелиант На пороге жизни и смерти Православная точка зрения на свидетельство людей, переживших клиническую смерть По благословению архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия После ознакомления с современными книгами о потусторонней жизни после смерти У читателя создается впечатление, что смерть совершенно не страшна Что человека, перешедшего в тот мир, автоматически ожидают приятные ощущения умиротворенности Радости и пребывания во вселюбящем и всепрощающем свете Что поэтому нет различия между праведными и грешными Верующими и неверующими Это обстоятельство заставило некоторых христианских мыслителей Насторожиться и отнестись к недовериям к такого рода литературе Стали спрашивать, а не являются ли эти видения света Хитрым дьявольским обольщением, направленным на усыпление бдительности христиан Живи как хочешь, все равно попадешь в рай По этой причине исследователи Джон Анкенберг и Джон Уэлдон Отрицательно относятся к всей современной литературе о присмертных состояниях Видя в ней лишь оккультные трюки Все же внимательное рассмотрение современных рассказов людей, переживших клиническую смерть Приводит к убеждению, что большинство из них имело подлинные видения А не дьявольские обольщения Главная проблема состоит не в присмертных видениях А в их интерпретации врачами и психиатрами Далекими от христианства Во-первых, далеко не все временно умершие удостаиваются видеть свет Мы уже говорили о тщательном исследовании доктора Ринга Из которого ясно, что сравнительно небольшой процент временно умерших людей Удостаиваются видение света Доктор Раулингс, который лично реанимировал многих умирающих Утверждает, что в процентном отношении столько же людей видят мрак и ужасы, сколько видят свет Это же мнение разделяет доктор Чарльд Гарфельд, ведущий исследователь в области присмертных состояний Он пишет, не каждый человек умирает приятной и спокойной смертью Среди пациентов, опрошенных мной, почти столько же испытывали неприятное состояние Встречи с демоноподобными существами Сколько испытывали приятное Некоторые же из них испытывали оба состояния Есть основания предполагать, что многие люди иногда сознательно, иногда несознательно Умалчивают о своих неприятных посмертных видениях По мнению Раулингс доктора, некоторые видения бывают настолько ужасными Что подсознание людей, увидевших их, автоматически стирает эти картины из памяти В своей книге доктор Раулингс приводит примеры такой амнезии Психиатры, лечащие людей, испытывавших в детстве сильные душевные травмы Например, насилие или побои Знают о подобном селективном забвении Кроме того, люди, пережившие светлые видения Будут охотнее о них рассказывать, чем люди, пережившие жуткие видения А ведь то, что человек видит там Должно соответствовать тому, что он заслужил своей добродетельной или грешной жизнью Таким образом, два фактора дают перевес одностороннему репортажу Процесс селективной амнезии и нежелание разглашать о себе дурное Карл Озис свидетельствует, что при исследовании вопроса умирания среди индусов Выяснилось, что при умирании приблизительно одна треть испытывает страх, депрессию и большое волнение от явлений ямдуца То есть индусского ангела смерти и других потусторонних страшилищ Очевидно, индусская религия со своим языческим мистицизмом может содействовать сближению человека с потусторонними темными силами Что проявляется потом в страшных предсмертных видениях Из святоотеческой литературы мы знаем, что дьявольские обольщения – это реальная опасность Апостол Павел предупреждает, что сатана принимает вид ангела света В то же время дьявол не имеет власти обольщать всякого, когда он хочет и как он хочет Его действия ограничены Богом Если человек горд и жаждет увидеть что-то сверхъестественное, чудесное, чего не удостаиваются увидеть прочие люди То он находится в большой опасности – принять беса за ангела В духовной литературе это состояние называется прелестью от слова «прельщение» В опасности впасть в прелесть находятся своенравные послушники, самодовольные подвижники, самозваные пророки и целители, а также люди, занимающиеся нездоровой мистикой Медитацией, йогой, спиритизмом, оккультизмом и т.д. Из рассказов людей, претерпевших временную смерть, не видно, чтобы они чем-либо подобным занимались В большинстве случаев они были обыкновенными людьми, которые в силу той или другой физической болезни умерли Но благодаря стараниям врачей и успехам современной медицины были реанимированы Они не ожидали никаких сверхъестественных видений И то, что им дано было увидеть, очевидно было делом милости Божией, чтобы они стали серьезнее относиться к своей жизни Трудно согласиться с мыслью, что Господь допускал сатане обольщать этих страдальцев, неискушенных в духовной жизни Кроме того, согласно рассказам, собранным доктором Морзом, этот же свет видели многие дети Которые в силу своей чистоты и невинности находятся под покровом Всевышнего В православных книгах о жизни после смерти есть рассказы о явлениях демонов, умирающих И о прохождении душ через фазу мытарств Однако из этих же книг видно, что обычно демоны начинают стращать душу уже после того, как ангел-хранитель пришел к ней И начал сопровождать ее на пути к престолу Божию Кроме того, в присутствии ангела демоны вынуждены являться в своем настоящем, гнусном виде Относительно современных описаний света остается еще вопрос Как согласовать их с традиционными христианскими рассказами? В православной литературе царство света описывается в связи с приближением к небу В то время как в современной литературе люди видели свет, еще не перешагнул через таинственную черту, отделяющую тот мир от нашего Нам думается, что люди, пережившие временную смерть, еще не побывали в настоящем раю или аду А лишь созерцали и предвкушали те состояния Когда ангелы являлись святым, они излучали от себя свет Апостолы видели духовный свет, хотя еще физически находились в этом мире Бог по своей милости являет этот дивный свет именно для поощрения к праведной жизни Соприкосновение с этим светом неизменно вливает чувство неземного мира и радости Дьявольский же свет, напротив, несет с собой чувство какого-то смутного беспокойства Он внушает человеку чувство превосходства, сулит знания, но в нем нет любви Это холодный свет К сказанному надо добавить, что просмотр жизни, который люди испытали во время соприкосновения со светом Когда они вынуждены были морально переоценить свои поступки, а также последовавшие исправления образа их жизни Все это побуждает думать, что их видения света были добрыми видениями, а не обольщениями Ведь по плодам их узнаете их Ведь дьявол старается отвести человека от Бога Возможно ли, чтобы он помогал людям стать более верующими и добродетельными? Тем не менее, в более широком плане верующему человеку надо быть очень осторожным Со всякими видениями и мистическими опытами Так, в связи с появлением большого количества случаев оживления людей после их клинической смерти Некоторые врачи и психиатры стали предлагать создать новую отрасль науки о душе и о жизни после смерти Нет сомнений, что всегда возможно сравнивать, обобщать и систематизировать сведения о том, что души видели в том мире Однако, надо понять, что здесь роль врачей и психиатров обречена на компиляцию отдельных случаев А поскольку мы живые отрезаны от непосредственного контакта с духовным миром Нет возможности планировать и контролировать посмертное состояние наподобие лабораторных экспериментов При этом надо помнить, что жизнь человека находится в руках Божьих Только он определяет как самый момент смерти, так и участь души после ее разлучения с телом Поэтому попытки производить эксперименты в этой области входят в конфликт с волей Божией И приводят экспериментаторов в контакт с потусторонними падшими духами А в результате этого собираемые им сведения будут неверны и заключения неправильны Иеромонах Серафим Роуз так пишет об этом Многие современные исследователи признают или по крайней мере симпатии относятся к оккультному учению в области внетелесных состояний По той единственной причине, что оно основано на эксперименте, который также лежит в основе науки Но экспериментирование в материальном мире существенно отличается от экспериментирования в области внетелесных состояний В материальном мире изучаемые предметы и законы природы являются морально нейтральными И потому могут быть объективно исследуемы и проверены другими Но в данном случае изучаемые объекты скрыты от людей, очень трудно уловимы и часто обнаруживают собственную волю с целью обмануть наблюдателя Это происходит потому, что близкая к нам сфера духовного мира наполнена сознательно злыми существами, демонами, которые являются специалистами в области обольщения Они охотно примут участие во всяких экспериментах и дадут им соответствующее направление Поэтому предостережение иеромонаха Серафима надо принять очень серьезно Так в наше время ряд исследователей, начав с достоверных медицинских случаев клинической смерти, перешли к личным опытам внетелесных состояний Не руководствуясь христианским учением и многовековым опытом православной церкви Они стали изучать состояние астрального тела и попадали в дебри оккультизма К сожалению, это случилось с доктором Муди, с женщиной-психиатром и некоторыми другими Доктор Муди, например, написавший три ценные книги с достоверными данными Потом стал экспериментировать по рецептам теософии Недавно на эту тему он издал книгу, озаглавленную «Возвращение назад», в которой приводят типично индусские бредни о перевоплощении Рассказы самоубийц В то время как души людей, умерших естественным путем, испытывают в том мире облегчение и даже радость Души самоубийц, напротив попав в тот мир, испытывают там смятение и страдания Один специалист в области самоубийства выразил этот факт следующей меткой фразой Если вы расстаетесь с жизнью смятущейся душой, то и в тот мир вы перейдете смятущейся душой Самоубийцы накладывают на себя руки, чтобы покончить со всем, а оказывается, что там-то все для них только начинается Вот несколько современных рассказов, иллюстрирующих потустороннее состояние самоубийц Один мужчина, горячо любивший свою жену, покончил с собой, когда она умерла Он надеялся так соединиться с ней навсегда Однако, оказалось совсем иначе Когда врачу удалось его реанимировать, он рассказал «Я попал совсем не туда, где находилась она, то было какое-то ужасное место И я сразу понял, что сделал огромную ошибку» Некоторые возвращенные к жизни самоубийцы описывали, что после смерти они попадали в какую-то темницу И чувствовали, что здесь они останутся на очень долгий срок Они сознавали, что это им наказание за нарушение установленного закона Согласно которому каждому человеку надлежит претерпеть определенную долю скорбей Самовольно свергнув в себя возложенное на них бремя Они должны в потустороннем мире нести еще большее Один мужчина, переживший временную смерть, рассказывал «Когда я попал туда, я понял, что две вещи абсолютно воспрещаются Убить себя и убить другого человека Если бы я решил покончить с собой, то это означало бы бросить в лицо Богу данный им ныне дар Лишить же жизни другого человека, значило бы нарушить Божий план о нем Общее впечатление врачей-реаниматоров таково Самоубийство очень сурово наказывается Доктор Брус Грейсон, психиатр, при отделе скорой помощи Обстоятельно изучивший этот вопрос, свидетельствует, что никто из переживших временную смерть Ни за что не хочет ускорять конец своей жизни Хотя тот мир несравненно лучше нашего, но здешняя жизнь имеет очень важное подготовительное значение Только Бог решает, когда человек достаточно созрел для вечности 47-летняя Деверли рассказывала, как она счастлива, что осталась живой Будучи еще ребенком, она переносила много горя от своих жестоких родителей Которые ежедневно издевались над ней Уже будучи в зрелом возрасте, она не могла без волнения рассказывать о своем детстве Однажды в 7-летнем возрасте, доведенная своими родителями до отчаяния Она бросилась головой вниз и разбила себе голову о цемент Во время клинической смерти ее душа видела знакомых детей, окруживших ее бездыханное тело Вдруг вокруг Деверли засиял яркий свет, из которого неизвестный голос сказал ей Ты сделала ошибку, твоя жизнь не тебе принадлежит, и ты должна вернуться На это Деверли возразила Но ведь никто не любит меня, и никто обо мне не хочет заботиться Это правда, ответил голос И в будущем никто не будет заботиться о тебе Поэтому научись сама заботиться о себе После этих слов Деверли увидела вокруг себя снег и сухое дерево Но тут-то откуда-то повеяло теплом, снег растаял, и сухие ветки дерева покрылись листьями и спелыми яблоками Подойдя к дереву, она стала срывать яблоки и с удовольствием есть их Тут она поняла, что как в природе, так и в каждой жизни есть свои периоды зимы и лета Которые составляют единое целое в плане Творца Когда Деверли ожила, она стала по-новому относиться к жизни Став взрослой, она вышла замуж за хорошего человека Имела детей и была счастлива Православное учение о жизни после смерти Хотя ежедневный опыт говорит, что смерть – это непреложный удел каждого человека И закон природы Однако Священное Писание говорит, что первоначально смерть не входила в планы Бога, а человеке Смерть не есть Богом установленная норма, а скорее уклонение от нее и величайшая трагедия Книга Бытия повествует, что смерть вторглась в нашу природу вследствие нарушения первыми людьми Божьей заповеди Согласно Библии, целью пришествия в мир Сына Божия было вернуть человеку утраченную им вечную жизнь Здесь речь идет не о бессмертии души, потому что она по своей природе не подлежит уничтожению А именно о бессмертии человека в целом, состоящем из души и тела Восстановление единства души с телом должно осуществиться для всех людей одновременно При всеобщем воскресении мертвых В некоторых религиях и философских системах, например, в индуизме и стоицизме Приводится мысль, что главное в человеке – это душа А тело – лишь временная оболочка, в которой душа развивается Когда душа достигает известного духовного уровня, тело перестает быть нужным и должно быть сброшено, как сносившаяся одежда Освободившись от тела, душа восходит на более высокую ступень бытия Христианская вера не разделяет такое понимание человеческой природы Давая предпочтение духовному началу в человеке, она все же видит в нем принципиально двухсоставное существо, состоящее из друг друга, дополняющих сторон – духовной и материальной Существуют и простые бестелесные существа, как ангелы и бесы Однако у человека другое устройство и назначение Благодаря телу его природа не только сложнее, но и богаче Богом определенный союз души и тела – это вечный союз Когда после смерти душа покидает свое тело, она попадает в чуждые для себя условия Действительно, она не призвана существовать как призрак И ей трудно приспосабливаться к новым и неестественным для нее условиям Вот почему для полного упразднения всех разрушительных следствий греха Богу угодно было воскресить созданных им людей Это произойдет при втором пришествии Спасителя, когда по его всемогущему слову душа каждого человека вернется в свое восстановленное и обновленное тело Надо повторить, что она войдет не в новую оболочку, а соединится именно с телом, которое принадлежало ей раньше Но обновленное и нетленное, приспособленное для новых условий бытия Что касается временного состояния души, со времени ее разлучения с телом и до дня всеобщего воскресения То Священное Писание учит, что душа продолжает жить, чувствовать и мыслить Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы, сказал Христос Смерть, будучи временным разлучением с телом, в Священном Писании именуется отшествием, разлучением, успением Ясно, что слово успение, сон, относится не к душе, а к телу, которое после смерти как бы отдыхает от своих трудов Душа же, разлучившись с телом, продолжает свою сознательную жизнь, как и раньше Справедливость этого утверждения видна из притча Спасителя о богатом Лазаре и из Чуда на Фаворе В первом случае евангельский богач, находившийся в аду, и Авраам, находившийся в раю, обсуждали возможность послать душу Лазаря на землю к братьям богача, чтобы предостеречь их от ада Во втором случае жившие задолго до Христа пророки Моисея и Илья беседуют с Господом о его предстоящих страданиях Еще Христос сказал иудеям, что Авраам увидел его пришествие, очевидно, из рая, и возрадовался Эта фраза не имела бы смысла, если бы душа Авраама пребывала в бессознательном состоянии, как учат некоторые сектанты о жизни души после смерти Книга Откровения в образных словах повествует о том, как души праведников на небе реагируют на события, происходящие на земле Все эти места Писания учат нас верить, что действительно деятельность души продолжается и после ее разлучения с телом При этом Писание учит, что после смерти Бог назначает душе место ее временного пребывания в соответствии с тем, что она заслужила, живя в теле, рай или же ад Определение в то или ином месте или состоянии предваряется так называемым частным судом Частный суд надо отличать от всеобщего суда, который состоится в конце мира О частном суде Писание учит Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его И дальше Человеку надлежит однажды умереть, а потом суд, очевидно индивидуальный Есть основания предполагать, что в начальной стадии после смерти, когда душа впервые попадает в совершенно новые для нее условия Она нуждается в помощи и руководстве своего ангела-хранителя Так, например, в притче о богатом Лазаре рассказывается, что ангелы взяли душу Лазаря и отвели ее на небо Согласно учению Спасителя, ангелы заботятся о малых сих, о детях, в прямом и переносном смысле О состоянии души до всеобщего воскресения Православная Церковь учит так Веруем, что души умерших блаженствуют или мучаются по делам своим Разлучившись с телом, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения Ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит после всеобщего воскресения Когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно Таким образом, Православная Церковь различает два состояния души в загробном мире Одно для праведников, другое для грешников – рай и ад Она не признает римско-католическое учение о среднем состоянии в Чистилище Поскольку в Священном Писании нет никакого указания на среднее состояние При этом Церковь учит, что мучения грешников в аду могут быть сняты по молитвам за них И по добрым делам, совершаемым в их память Отсюда обычай подавать помянники за литургией с именами живых и умерших